Итак, сегодня в студии мы снова встречаем артистов спектакля, не просто спектакля, а комедийного спектакля «Трое в лодке, не считая собаки», премьера которого состоится в Малом Зале Театра «Глобус» уже завтра. И это артисты, заслуженный артист России Илья Паньков, Максим Гуралевич и Иван Басюра. Здравствуйте! Доброе утро! Слушайте, я не зря выделил так комедийность вот этого спектакля. Сегодня я бы хотел с вами поговорить именно об этом. Комедийный жанр, наверное, считается самым сложным жанром в рамках спектакля, но зритель этого не видит. Зритель смеется, зритель наблюдает, дурачимся на сцене, что-то делает. На самом деле, на примере этого спектакля, действительно, сложный ли комедийный жанр для вас, лично для вас? Или все-таки, как видит его зритель? На самом деле, я только сегодня утром узнал, что мы играем комедию. Дело в том, что у нас никогда, ну, в основном никогда нет разговора о том, что, ребята, это должна быть смешная комедия, сейчас давайте придумки. Мы рассказываем историю, в первую очередь, ну, да, мне кажется? Нет, я вообще трагедию играл. Поэтому для меня это удивительно, что оказывается у нас комедия. Мы даже и не знали, что у нас комедия. Если честно сказать, конечно, рассмешиться в театре очень сложно, и поэтому пытаться специально рассмешить, это никогда не получится. У нас же нет такой цели, рассмешиться. Нет, нет, только смысл. Рассказать историю, да? Ну, что становится от того, что от каких-то, во-первых, соотношения себя с персонажем, в какую ситуацию он попадает, с теми смыслами, про которые ты хочешь рассказать. Есть комедия положений, где смешно от того, что у человека в какой-то ситуации, но у нас сатирическая история, это все-таки смысл, и мы рассказываем про смыслы, потому что, в принципе, ситуацию, в которую мы попали, она одна, и она длится практически все произведение. У нас смесь, потому что у нас же есть и ситуации, когда... Нет, ну да, конечно, конечно, да. Ну, мы специально не смешим. Гремучая смесь. Ну, если да, это и комедия, то это не комедия в чистом виде, а такая история с элементами. Ну, все-таки нужно найти какой-то особый подход, потому что, ну, играть драматические комедийные роли, мне кажется, ну, это немножко будет... Ну, я не знаю, я не... По системе Станиславского ли мы играем? Конечно! Конечно! По системе Станислава... Я даже уже не знаю, по какой системе мы и играем, потому что, ну, грубо говоря, если вот предыдущая постановка Лаврентия Анатольевича была черная комедия, и мы не понимали, что мы играем черную комедию, там, чем чернее, тем оно веселее, то здесь, конечно, это лирическая комедия, здесь чем романтичнее, чище, светлее, тем оно веселее, но, скажем честно, в черной комедии... Вот я же не знаю, легче ли или... Да не могу сказать, что легче играть. Нет, не легче. Да ничего не легче. Легче – это сложная профессия. Вообще, все сложные. Сложная профессия. Все жанры сложны. Ну, как, ко всему надо готовиться. Иван, вам, как актеру, который играет в Саамон, Маранси, вот какой юмор у вас? Животный. Животный юмор. Ну, я не знаю, вы знаете, я доверяю просто Лаврентию Анатольевичу Сорокину, я думаю, его много кто знает в нашем городе, это превосходный артист с колонаральным багажом. Надеемся, что сейчас он тебя смотрит. Я надеюсь, что он меня смотрит, великолепный режиссер. Вот, и я ему полностью доверяю, поэтому, думаю, все будет замечательно. По части юмора уж точно. Ну, юмор такой, у нас он английский, я надеюсь. Да, с привкусом русского. С налетом. Вот, кстати, как правильно подать этот английский юмор, чтобы русский народ наш его оценил? Понял. Мне кажется, русский народ, он какой-то весь мир. Там есть и Англия, и Германия, и Франция, поэтому, мне кажется, русский человек вообще все понимает. То есть, наш народ недалек от этого? Абсолютно. Нет, я думаю, что смыслы, которые мы понимаем, они безграничны. Ладно, я предлагаю сделать маленький перерыв на чай, посмотреть новости, а потом мы вернемся в студию. Итак, продолжается оранжевое утро, продолжается наше общение с гостями. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях артисты комедийного спектакля «Трое в лодке, не считая собаки». Итак, комедия. Мы уже начали, так сказать, копаться, разбираться, ворошить вот этот вот уль и пытаться достать из него что-то интересное. И вот сейчас хотелось бы, наверное, поговорить о том, как все-таки для вас лично, наверное, адаптируется вот этот вот юмор. Ну, так скажем, сто лет он держался, сто лет он был актуален, и все-таки вот народ меняется, зрители меняются. Что сделать, чтобы это было так же смешно? Ну, начнем с того, что Клапка пытался высменить какие-то поруки общества английского через простой путеводитель, который он собирался написать, путеводитель потензии, у него из этой истории родилась история «Трое в лодке, не считая собаки». То есть это сатирическое произведение на тему общества, на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и собакой, между мужчиной и правительством, ну, все что угодно, любые смыслы. Это он пытается пороки, недостатки, рассказывая о них, высмеивая их, создать историю, создать роман. Мы пытаемся примерно то же самое делать. Мы также пытаемся высмеять пороки нашего сегодняшнего дня через текст «Великий», который, к сожалению, еще раз говорю, ни секунды не устарел, потому что все те самые пороки, которые он высмеивал, ну, может быть, там хуже, меньше, лучше, в связи с XIX веком и с XXI, они там не совпадают. Но общая тема, что как был человек инфантий, неповершенен, человек хочет есть, спать, пить, ничего не делать. Ну так же и осталось, это же классика, это значит, что это всегда актуально. Ну, а это неплохо, что вот сто лет назад человек был одним, и сто лет прошло, как бы человек остался таким же. Стабильно. Да все. Да все осталось то же самое. Ну, вот это плохо или хорошо все-таки? Так же ситуации. Ну, да, единственное, что скорости изменились, а в принципе все осталось. Ну, грубо говоря. Да нормально это, не знаю, хорошо, плохо, нормально, так должно быть, ну а как? Давайте поговорим с вами о том, как проходят репетиции и спектакли, и пускай даже нет, вообще в принципе, заживое, видимо, да? Расскажите, вот действительно вот так же, как мы сейчас с вами общаемся, проходит весело поздно, репетиции. Ой-ой-ой-ой. Или все плачут, все, мы режиссеры слушаемся, слушаемся. Мы по-разному и плачем, и хохочем, и иногда и очень сильно ругаемся, по-другому что-то до развода, да все, дети в форточку такти в сторону. Вот так вот бывает тоже, все. Но смеемся много. Да, смеемся много. Смеемся много. Ну, есть такой момент, да, конечно, когда репетируешь такие вещи, вот сначала нужно накохотаться самому, вот мы накохотались, повеселились. Потом рассориться надо. А потом поссориться на эту тему надо, а потом опять попробовать все это опять соединить. Могу сказать, что вот из опыта репетирования, сначала тебе все очень весело, пока начинаешь, а потом становится настолько невесело и скучно, думаешь, господи, да что, что будешь делать? А что с этим делать тогда? И что с этим делать? Да ничего, время лечит. Ну да, глаз замыливается, конечно, каждый раз смешно-смешно. Что не смешно? Ну ты, а-а-а, ну да, видишь, а как-то оно не смешно. Конечно же живые глаза партнеры, когда не живые, это хорошо, когда не живые, и у тебя прежде всего не живые, то нифига не получится. Знаете, вот эту историю семиминутности, историю вот этого возникновения взаимоотношений подлинных, сейчас, в эту секунду, почему это вдруг все не живое же, ведь ничего же нет на сцене. И все не живое, все не настоящее, а настоящее только твои партнеры и взаимоотношения между ними, все остальное искусственное. И как вот из этого высечь энергию, из чего она высекается, чтобы каждый раз с собакой она возникала, эта энергия. Это безумно сложно, сколько надо накачать, наораться, наругаться, чтобы каждый раз видеть живой взгляд партнеров на сцене. Опять же, все-таки, вы репетируете, вы смеетесь, потом перестаете смеяться, потом премьера спектакля, начинаете плакать, да, потом премьера спектакля, и как выходить к зрителю, вот когда ты уже все знаешь насквозь, что смеяться? Ну, не знаю, у меня, например, вот этот весь процесс, он понятен, но у меня складывается в голове спектакль и какие-то собственные смыслы и взаимоотношения только вот за неделю до премьеры обычно так получается. Для меня вообще репетиционный процесс – это такая мучительная штука, несмотря на то, что я получаю от этого большое удовольствие и все остальное, но мучительное в том, что долго не получается. И начинает только получаться, срастаться все вот эти петелька, крючочек, только вот буквально за неделю, за пять дней до премьеры. И когда это начинает получаться, у тебя возобновляется дикий интерес, ты начинаешь открывать все новые и новые какие-то вещи в партнерах, в себе, в авторе. И поэтому, например, мне кажется, ну все же так, наверное. Конечно, я думаю, что вопрос, как сказать, основная история, чтобы тебе было интересно. Если мне интересно, то я смогу рассказать и зрителям, что это интересно. Но если мне скучно, если это мучительность, пальцевый солныш, то это насилие над собой. И над зрителями. Ну, я уж про зрителями молчу. Бедный зритель будет мучиться, конечно, сидеть. Я понимаю, что вы театральные, профессиональные артисты, но все-таки вот есть несколько страхов, да, у артистов. Первый, это, наверное, забыть текст. Вот приходится импровизировать, что-то делать. Но второй, вот для меня, вот как в комедийном жанре, вот бывает такое, читаешь шутку, анекдот, юмор, книгу и смеешься. Вот не боитесь проколоться на спектакле? Да, колемся, бывает. Колитесь? Другой, что не получилось. А, что не получилось? Нет, нет, нет. Расколоться? Расколоться, да. О, вот, это бывает. Бывает. И так, что все, и все замолкают, просто улыбаются. Отворачиваются. Отворачиваются. Отворачиваются, да. Зрители. Да, 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 и начинают играть всякую ерунду. Кто-то плакать начинает. Не, это не страшно. Это не страшно. Это не страшно. Мне кажется, это нравится. Это же зрители. Как-то они видят. Это спектакль Куба, где только они видят. Потому что кто-то расколет веселее. И зрители прекрасно понимают, что артисты друг друга поддевают на сцене. А ты сейчас поподробнее. Это что за спектакль? Куба. Куба. Да, современного драматурга нашего новосибирского Александра Липовского, нашего артиста. Он написал пьесу, называется Куба. Она идет у нас в режиме читки в репетиционном зале. И задача каждого выходящего на сцену артиста расколоть другого артиста. Нет, ну такой задачи нет. Мы играем. Но со временем появилась. Сама себя нашла. И у нас каждый спектакль кто-кого веселее подденет. Например, с Иваном вот играем сцену. И я не могу с ним уже играть в последнее время сцены. Потому что он нашел во мне зерно. Нашел жертву. Нашел жертву. Он все время меня холит. Я заболкаю. Я отворачиваюсь от зрителя. Я не могу играть. Это самое приятное. Честно, конечно. Я не могу с ним играть сцену. Наверняка у вас за большим числом репетиций стоит огромное количество историй. Веселых, театральных. Создание каких-то фишек, интересных моментов. Расскажите вот о самой запоминающейся для вас. Ну, мне вот на данный момент я вспоминаю по репетиции трое в лодке «Не считай собаки». Как один персонаж. Это я собака. Вот два человека. Есть третий. Это Руслан Вяткин. Как он грохнул лодку-то. На самом деле, одну лодку мы уже потопили во время репетиции, потому что Руслан начинает что-то показывать, берет лодку, она резиновая, надувная. И он облокачивается на дверь, дверь падает, лодка рвет с резиновой. И он сидит у нее. И он сидит, как бы, хотел показать, был принос у Руслана. Хотел как лучше, но лодка потонула. Одну лодку мы уже лопнули. Максим, есть ли у вас какая-то история? Да, это много. Просто не знаю, как вспомнить-то это все. Со студенчества. Просто, что самое острое вспоминается. В студенчестве у меня была ситуация, когда мне нужна была срочно роль. У нас был такой раздел, как самостоятельные отрывки. И в них у тебя должно быть минимум два отрывка. Если у тебя один, то тебе экзамен не засчитывают. У меня один был, а остальные два слетели. У меня вообще три должны было быть. Они слетели, там не получились у ребят как-то. И мне срочно надо было. И я пришел к другим ребятам, которые репетировали пьесу отдельно от меня. Вообще-то меня не предполагалось. Я прибежал, говорю, ребята, мне надо роль сделать, чтобы у меня завтра экзамен. Так, а у нас все персонажи разобраны. Я говорю, давайте мне придумаем. Давайте я буду собакой, не знаю, рассказчиком. И восстановились на том, что я был... Рассказчик у них уже был. А я был человеком, который спрашивает у рассказчика, что... Что же произошло? А экзамен завтра. И мы быстро вот так вот прошли. Мы там придумали маленький диалог себе с... Я уже не помню, что мы делали, но что-то из классики. И там, по идее, моего персонажа не предполагалось. И на следующий день я напихал себе ват и в рот сюда, за щелкой. У меня был такой толстощекий парень. Я быстро взял себе характерность человека, который разговаривает через буквы Р. И быстренько мы это все сделали. Я даже не ожидал, но получил самую высокую оценку. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях были артисты спектакля «Трое в лодке, не считая собаки». Заслуженный артист России Илья Паньков, Максим Гуралевич и Иван Басюра. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.